Всем привет, меня зовут Настя, я ваш преподаватель литературы. Мы заканчиваем наш разговор о Пушкине, последний урок посвящаем его творчеству. На прошлых уроках мы говорили о лирике Пушкина. Лирика это род литературы, который посвящен описанию чувств, описанию внутреннего мира и всех переживаний субъективных внутренних. Поэтому мы много говорили о биографии, мы вспоминали жизнь Пушкина, мы как будто бы знакомились с ним как с человеком. Сегодня мы разберем его проэму «Медный всадник». Это произведение относится к роду Лира Эпос, то есть это смешение и чувств с одной стороны внутренних переживаний, с другой стороны и сюжета и истории. То есть это уже больше мы будем говорить не о жизни Пушкина и то, как его жизнь отразилась на событиях, описанных в «Медном всаднике». Мы больше будем говорить о серьезном литературном тексте, в котором отражены общественные настроения, определенная историческая ситуация, картина и то, как Пушкин нам ее изображает. И какая это спорная была картина на тот момент. Вот наша поэма «Медный всадник». «Медный всадник» Пушкина был написан в 1833 году. Пушкин писал его около месяца. Как мы помним с вами, Николай I был цензором Пушкина, мы об этом говорили на прошлых уроках. И прочитав поэму, Николай I запретил ее опубликовать. Вначале запретил просто в ужасе от написанного, потом сказал, что надо либо убрать некоторые эпизоды, либо переписать их. Пушкин не согласился этого делать. Он опубликовал только вступление в 1834 году, только отрывок был опубликован, самое начало поэмы. Но потом как бы Пушкин откладывает эту поэму и отказывается ее как-то менять. Жуковский пытался там внести какие-то незначительные правки, но ничего из этого не выходило. И лишь после смерти Пушкина в 1837 году поэма была опубликована, но с искажениями, причем с довольно значительными. А в 1919 году, то есть смотрите, спустя сто лет, это уже новое государство, это уже не Российская империя, а Советский Союз, уже прошла революция. Поэма Пушкина «Медный всадник» публикуется полностью, без цензурных купюр, без каких-либо искажений. Этот текст видит свет. То есть современники не прочитали этот текст, ну либо прочитали так, чисто из уст в уста его послушали, а полностью как произведение, как Евгения Онегина, например, они читали. Этот текст никто из современников практически не увидел. Давайте разберемся с тем, что же такого было в этой поэме, почему она так не понравилась Николаю I, что при жизни Пушкина она не была опубликована, что же такого там страшного изображено. А изображено там следующее. Поговорим с вами немножечко про сюжет. Сюжет довольно-таки у поэмы простой с точки зрения воспроизведения, но сложный с точки зрения уровня трагедии, которая там изображена. Композиционно в поэме у нас с вами три части. Во вступлении, знаменитое вступление «Люблю тебя, Петра, творение, люблю твой строгий, стройный вид», которая знакома каждому человеку, который живет в Петербурге, которая растиражирована как угодно, действительно во вступлении наш автор, рассказчик, он признается в любви к городу, признается в любви к Петербургу, к Петра творению, рассказывает о том, как город изменился за сто лет, каким он стал пышным, как он стал развиваться, какие дворцы, набережные, мосты, как прекрасны. И какой Петр Первый молодец, что основал этот город на берегу Невы, и это новая столица, окно в Европу, и все, в общем, все, что мы знаем о Петербурге. Но дальше рассказчик резко, как бы так практически резко прерывает это свое признание в любви к Петербургу, и говорит о том, что дальше пойдет рассказ печальный. И рассказ действительно печальный. В первой части мы знакомимся с главным героем Евгением, абсолютно обычным человеком, невысокого социального положения, не амбициозного, невыдающегося каких-то способностей и черт характера, который бедный достаточно, зарабатывает на жизнь честным трудом, то есть это не говорянин никакой, и мечтает лишь об одном, мечтает о счастье со своей возлюбленной, со своей невестой, которую зовут Парашка. И вроде бы все у них должно было быть хорошо, но случается большая трагедия, наводнение 1824 года. Это было жуткое наводнение, 100 лет назад, кстати, в 1724 году тоже было наводнение, оно разрушило город, погибло множество людей, и главный герой ему удается спастись, он бежит после наводнения, как только там вода немножко схлынула, он бежит скорее к дому своей возлюбленной и видит, что дома нет, что возлюбленная погибла, и самое дорогое в своей жизни он потерял. И во второй части композиции мы видим уже другого героя, который обезумел от горя, сошел с ума, проходит год, город живет по-прежнему, ничего, то есть он восстановился, жизнь продолжается, но и у Евгения жизнь кончилась, он обезумел, абсолютно сошел с ума. И в какой-то момент он оказывается на Петровой площади и видит памятник Петру, медленный всадник знаменитый, который сейчас прекрасно стоит возле Исаакиевского собора. Он видит этот памятник и начинает кричать и проклинать Петра Первого, обвиняет его в смерти Парашки, потому что Петр Первый построил город в том месте, которое не предназначено для жизни, он виноват в этих всех трагедиях. И обезумевшему Евгению после этого бунта, на который он пошел, после этого крика ненависти к императору, ему кажется, что за ним бежит этот медный всадник, что он сошел с пьедестала и цокает копытами, бежит. Евгений пытается убежать и умирает. И на следующее утро его труп находит возле какого-то дома. На этом поэма наша заканчивается. Мы видим, что художественный метод – это, конечно же, реализм. Пушкин написал действительно бывшее событие, наводнение 1824 года, которое было жутким, понесло множество трагедий, свидетельства о которых он видел в разных журналах. И на фоне этого реального исторического события он помещает маленькую историю маленького человека. И таким образом в литературе русской появляется новый тип маленьких человека, о котором мы чуть позже поговорим. То есть это чисто метод реализма, когда через историческое событие попытки найти объяснение каким-то социальным явлением. Что же это за социальные явления? Пока вроде бы ничего сверхъестественного не происходит, чтобы Николаю не нравилось. Сейчас дойдем до чего, что же ему не нравилось. Для начала разберемся с главным героем. Он в поэме предстает с двумя ликами. Вначале мы видим абсолютно такого достаточно милого молодого человека, обыкновенного, тот самый маленький человек. То есть герой какого-то невысокого социального положения, не амбициозный, не бог есть каких черт характера, незначительный какой-то герой, который хочет наполнить жизнь великим смыслом, потому что вообще мы все с вами обыкновенные люди, и не обязательно проживать свою жизнь как-то велика, с невероятными свершениями. Это удастся далеко не всем. Но Евгению не дают прожить эту жизнь так, как он хотел. Просто со своей возлюбленной, занимаясь работой, семьей, мечтая о детях, о внуках и мечтая умереть в один день с этой своей возлюбленной. То есть этот вполне реальный сценарий, естественно, для человека, Евгению выполнить не удается. Ему не дают это сделать. Наступает катастрофа. И после катастрофы мы наблюдаем совсем другого героя. Герой, столкнувшийся с горем, с несправедливостью, с потерей, он обезумен. Он сошел с ума. Он не смог это пережить. То есть, по идее, люди так эволюционно устроены, что мы должны уметь такие трагедии переживать, но это далеко не всегда и не всем удается. Это тоже абсолютно нормально. И в литературе мы таких примеров видим множество. И обезумевший Евгений, вот этот маленький человек, который мы видели с вами в начале, он обезумевал настолько, что пошел на бунт со властью. То есть он понимает, выстраивает такую логику. Петр I, как император, как властитель, он виноват в этой катастрофе, потому что он построил город в том месте, где может возникнуть такое наводнение. То есть он построил его не для обыкновенных людей, не для жизни людей. Это, в принципе, достаточно известный исторический факт, что, как вы знаете, города вообще в России, на Руси образовывались стихийно. Просто люди селились, селились, место разрасталось, вот и город получился. Петербург – это город искусственно созданный, придуманный, выдуманный одним человеком. Люди не селились здесь никогда, чтобы жить. То есть мы видим с вами, вот, пожалуйста, наводнение, это неприспособленная для жизни абсолютная история. И Евгений обвиняет в этом правителя, и это такой вот его маленький бунт. И вот именно эта история не понравилась Николаю I. Потому что как два лика у Евгения, так же два лика у Петра I, у императора, у великого властителя, у императора, в принципе, создавшего Российскую империю, у идеала для Николая I. Здесь тоже два лика. Давайте разберемся. С одной стороны, Петр I представлен как великая личность. Конечно же, царь-реформатор, царь-труженик, очень мудрый правитель, который основал город, который заботился об отношениях с Западом, который выигрывал войны, захватывал новые территории. То есть он преобразовал Россию, создал Российскую империю, вывел страну на новый уровень. Это очень просто выразить то, что сделал Петр I. Но с другой стороны, это царь-тиран, который шел по головам ради того, чтобы достигать своих целей, который не считался с интересами людей для того, чтобы достигать своих целей, который, собственно, виноват в том, что построил город, который не предназначен для жизни людей. И в поэме Петра I мы не видим живого. В начале его вступления перед нами такой мифологизированный образ этого мудрого правителя, а дальше в поэме Петр представлен как памятник, как медный всадник. Статуя — это мертвое что-то. Это окаменелый неподвижный памятник, который стоит грозно, возвышаясь над всем, который спасся во время наводнения, потому что с ним ничего бы и не могло произойти, в то время как обычные люди погибли, в том числе и возлюбленная Евгения Парашко. И Пушкин, как бы вкладывая в уста Евгения, Евгений называет царя грозным царем, держателем полумира, там множество других разных эпитетов, именно это не понравилось Николаю Первому. Как же так, интересное изображение Петра, его нельзя было изображать как тирана и какого-то мучителя. А Пушкин изображает в данном случае. Важно сказать, что в конце поэме Пушкин не дает оценку действиям Петра Первого, то есть он не называет его ни мудрым правителем, ни обязательно тираном. Он как бы предлагает нам поразмыслить об этом и лишь вкладывает в уста героя мысли о том, что Петр на самом деле тиран самодержит. Это уже мы должны подумать об этом. И у нас получается в этом произведении очень важный конфликт, вечный конфликт для реализма. Это конфликт власти и народа. Это конфликт вот этого маленького человека, обыкновенного, такого же, как мы все с вами. То есть каждый из нас может как-то себя идентифицировать с Евгением, найти в нем что-то схожее, найти сочувствие к этому герою и сочувствие к его горю. И горе у этого Евгения произошло не потому, что он сам виноват в том, что он что-то себе сделал плохое, а потому что столкнулся он с бездушным государством, бездушной, бесчеловечной машиной, которая подгребает под себя этих маленьких, обыкновенных людей. Это очень важный конфликт, конфликт вечный, потому что он неразрешим, как бы явно, и мы с вами можем наблюдать разные исторические ситуации, современные и прошлые, которые как будто бы подтверждают эту идею того, что когда государство не интересуется, точнее не ставит интересы своих граждан во главу угла, происходят страшные вещи, подтверждением этому множество. И маленький человек Евгений, он пошел на бунт с государством, и он не выдержал этот бунт, он погиб. То есть вот его история кончилась, он столкнулся с этой несправедливостью, и в своей жизни, вся его жизнь стала воплощением этой самой несправедливости. А медный всадник в лице Петра Первого, в лице империи, продолжил стоять, как стоял. Потому что государство продолжает стоять, и никак ничего не изменилось. То есть Пушкин, я думаю, что дает такую нам, как бы если говорить об оценке, о выжимке, мы приходим к следующей мысли, что пока власть жестокая и бесчеловечная, и пока она не пойдет навстречу людям, которые, собственно, живут для того, чтобы быть подданными этой власти, как бы пока она не пойдет навстречу личности маленького человека, этот конфликт будет существовать и будет неразрешим. Как я уже сказала, скорее всего, он неразрешим, и пока разрешения его мы с вами особо нигде не видим. И маленький человек, как новый тип героя в русской литературе, который по-разному будет осмыслять, и Достоевский, и Гоголь, и Чехов, мы видим совсем разных маленьких людей. У Пушкина маленький человек, это он вызывает сочувствие. Мы видим в нем себя, мы видим в нем самого обычного человека, которому просто не дали жить в покое, так, как он просто хотел. Не дали выполнить абсолютно естественное желание этого человека. Поэтому маленькие люди Пушкина, они, как правило, вызывают у нас сочувствие, и нам больно за них. Они вызывают симпатию, сочувствие, и нам страшно за то, как их перемалывает вот эта машина государства, бесчеловечная и жестокая. Критики, конечно, очень по-разному реагировали на этот текст уже после смерти Пушкина, когда он вышел с некоторыми искажениями, но все равно основная мысль была ясна. Цензурно, скажем так, были вырезаны именно эпитеты по отношению к Петру Первому, но сюжетная канва с маленьким человеком Евгением и Грозным властителем, она, конечно же, осталась. И критики реагировали на это по-разному. Кто-то видел, конечно, в этом тоже неразрешимый конфликт. Кто-то видел, наоборот, точку зрения так называемого государственного, что государство может пренебрегать идеями лично частного человека, пока это идет на пользу государства, потому что государство главнее. Такая точка зрения тоже была. Была, конечно, точка зрения гуманистическая, то есть когда критики симпатизировали Евгению, понимали, опять же, неразрешимость этого конфликта, недостижимость какого-то счастливого конца, но симпатизировали все равно этому маленькому человеку. То есть здесь мы видим, что Пушкина как реалиста волновали вопросы истории, вопросы судьбы и вопросы взаимоотношения народа и государства. И вот этот конфликт, конечно, мы с вами увидим его в других произведениях, обязательно разберем его у других авторов и посмотрим на разные точки зрения. Кто-то придерживался, конечно, государственность, что власть права, и она знает, что делает. Кто-то придерживался гуманистическое, что все-таки нужно думать в первую очередь о благе людей, а не о вот этой вот жестокости и бесчеловечности. Пушкин скорее придерживался второго мнения. И опять же, очень важный момент, который, если вы будете читать другие реалистические тексты Пушкина, например, трагедию Боис Годунов или повесть «Капитанскую дочку», которую читали в прошлом году, и, возможно, в этом будете перечитывать, вы увидите, что он безоценочен. То есть он не дает нам своей точки зрения, как бы делая ее только правильной. То есть Пушкин дает нам именно возможность поразмышлять о том, что мы думаем по этому поводу, как все-таки стоит поступать, и как должны все-таки складываться взаимоотношения власти и народа. Что все-таки первичные интересы частного человека или интересы государства. И в этом тексте, да, этот текст стал одним из таких важных, основных текстов для понимания того, кто такой маленький человек, что же это за герой, и как же нам дальше разрешать этот конфликт власти и народа. Что нужно сделать для того, чтобы хоть как-то прийти к какому-то решению. Это мы увидим с вами в дальнейших текстах произведения, произведения других авторов. Таким образом, мы с вами разобрали Александра Сергеевича Пушкина, его творчество, разобрали то, что нужно нам было для этого курса, посмотрели на развитие этого автора, посмотрели на многообразие тем, которые он затрагивал. И это далеко не все, что мы с вами изучили. Поэтому однозначно не стоит думать о простоте и доступности Пушкина, как будто мы уже все у него прочитали. Нет, у него огромное количество разных текстов, разных идей. Мы лишь постарались разобраться с его жизнью и основными мотивами творчества, чтобы, опять же, увидеть какие-то главные вопросы, которые его заботили. Остальное на ваше самостоятельное изучение, на ваше желание почитать, подумать, посмотреть. Это стоит сделать. Спасибо большое вам за внимание. До встречи на следующем уроке. Спасибо.